Дорогие мои, сегодняшняя моя тема, как надо учиться, система нашей образования устарела. Что я имею в виду под этим? Мы с вами получаем пятерку, то есть хорошую оценку в школе, если мы хорошо повторим то, что сказал учитель, или если хорошо повторим, что написано в учебнике. Учиться — это не набор информации, это изменить свою жизнь. Учиться — это принести изменение в свою реальность. То есть я не мог управлять компьютером, теперь я умею, я не мог разговаривать на русском языке, теперь я умею, я не мог водить машину, теперь я научился этому, могу водить машину, я не мог зарабатывать деньги, теперь я умею зарабатывать. То, что вам было непонятно, вы его не можете практиковать. Это первое. Второе. Здравствуйте, дорогие наши друзья, уважаемые наши зрители, дорогие мои. Сегодняшняя моя тема, как надо учиться, система нашей образования устарела. Что я имею в виду под этим? Давайте задавайте себе вопрос, что такое учиться. Я этот вопрос задал очень многим количеством людям, каждый раз, когда аудитория провожу тренинги, семинарии. И в большинство случаев мне отвечают так. Когда спрашиваю, что такое учиться, всегда слышу так. Это узнать что-то новое, это пробрести новые знания, развиваться, усваивать что-то. В общем, много-много похожих вещей. Дорогие мои, давайте посмотрим сначала систему нашей образования. Как вообще формирована система нашей образования? Почему я считаю, что она уже потихонечку устареет? Дорогие мои, мы с вами получаем пятерку, то есть хорошую оценку в школе, если мы хорошо повторим то, что сказал учитель, или если хорошо повторим, что написано учебнике. Дорогие мои, получается, что по большому счету вы узнаете, что это такое, но на самом деле вы его используете или можете использовать или нет, не знаю. Я знаю очень огромное количество моих знакомых, моих друзей, которые закончили красным дипломом, и один из них вечером мне написал, что знаете, Давлатов, знаете, наставник, до сегодняшнего дня прошло сколько-то лет, но ни разу мне никто не спрашивал про моего диплома. Куда бы я ни пошел, ни устроился на работу или что-то, ни разу мне никто не спрашивал и так далее. Что я этим хочу сказать, дорогие мои? Учиться — это не набор информации. Если вы посмотрите, наша программа, она в школьной программе и в вузе программа, это подтверждение фактов или набор информации, либо подтверждение фактов, когда, например, Римская империя существовала, сколько и сколько материк существует и так далее, и так далее. Подтверждение фактов либо набор информации. Если внимательно посмотреть, мы сталкиваемся с тем, что в жизни мало из этих информации потом мы начнем использовать вот учиться это не набор информации это изменить свою жизнь учиться это принести изменение свою реальность и то есть я не мог управлять компьютером теперь я умею я не мог разговаривать на русском языке теперь я умею я не мог вводить машину теперь я научился этому могу вводить машину я не мог зарабатывать деньги теперь я умею зарабатывать я не мог построить бизнес теперь я умею. Дорогие мои, подходите, пожалуйста, в дальнейшие оставшие дни своей жизни, что вы не пойдете учиться, чтобы вы что-то изменили. Даже если вы прочитаете какую-то книгу, приобретайте знание, которое поможет вам что-то изменить. Если вы посвящаете тренинг или посвящаете какую-то учебу, и вы не сможете изменить качество своей жизни, значит вы ничему не научились. Ученые были в шоке, почему так происходит. И они очень хотели изменить коэффициент усваиваемости информации студентов. Тогда они взяли и делали по-другому. Они 7 дней по 8 часов начали читать студентам один и тот же лекции. Один и тот же лекция читали студентам. Представьте, 7 дней по 8 часов. В итоге в голове студентов формировалось 67% информации. после такого активного обучения. Смотрите, 7 дней по 8 часов. Одни и те же примеры, одни и те же информации. Говорили, 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 говорили. И тогда 67% информации оставалось в памяти студентов, когда через две недели проверили. Это о чем говорит? Это говорит о том, что один из методов усваивать хорошо предмет или что-то любое, или приобрести какие-то новые знания. Это повторение. Вот формула, которую я очень хорошо понял. 70-30, то есть 30% постоянно усваиваем новый материал, а 70% надо повторять старый материал. 30% усваиваем новый материал, 70% усваиваем старый материал. Почему я так говорю? По той причине, что пока вы хорошо не усваиваете, практиковать вы не можете. Дорогие мои, вот смотрите, вы побывали в каких-то тренингах, вы посещали какие-то семинары, почитали какие-то книги. Пройдет через 2-3 недели или через полгода, вы все забудете. Почему? Внимание обратите. Дело в том, что после посещения тренинга вы можете практиковать только то, что смогли понять. То, что вам было непонятно, вы его не можете практиковать. Это первое. Второе. А вот то, что вы практиковали, вы это запомните, а все остальное вы забудете. Пройдет год, все то, что вы не практиковали, все забывается. Вот у вас в памяти остается только то, что вы практиковали. И самое интересное, то, что вы делали, вы это никогда не забудете до конца вашей жизни. Она останется у вас навсегда. Поэтому самая лучшая учеба – это стараться принести изменение в свою жизнь. А чтобы изменить что-то, соответственно, нужно что делать? Действия совершать. Помните, что если в вашей жизни ничего не изменяется, вот, например, вы пошли на тренинг по сохранению деньги, а у вас деньги не появились. Вы пошли на тренинг по изучению английского языка, и вы не научились говорить на английском языке. Вы пошли на там какой-то семинар по похудению, у вас это похудение не происходит. Хотите, я вам скажу, почему? Помните, где нет изменений, там происходит бездействие. Значит, вы бездействуете. Изменения происходят только тогда, когда есть действие. Если вы действуете, реально происходят изменения. Но если вы не действуете, изменения не происходят. Поэтому в обязательном порядке, в том параметре вашей жизни, где вас не устраивает, где вам не по душе, составьте план действия и начните действовать немедленно. Чем больше вы действий совершаете в этом области, и вы однозначно там чего-то изменяете. А если вы не знаете, что делать, тогда идите, учитесь, приобретайте профессиональные знания. Вот. Учеба – это означает принести изменения. Учитесь, идите, делайте. Оказывается, у большинства людей не хватает способностей адаптировать то, чему учились в тренинге, семинаре, для своего собственного бизнеса, собственной жизни или для своего бизнеса. Проблема в том, что у них не получается адаптировать эти знания для себя. Поэтому, если вы хотите на самом деле добиться успеха, чтобы эти знания давали вам больших результатов, начните, пожалуйста, из маленьких-маленьких шагов практиковать то, что вам доступно. Но только не говорите, я это потом сделаю, дома пойду, потом все усваиваю. Нет. Если вы посвящали тренинги, семинары, начните прямо в тренинге уже план действий составлять, уже звонок делать, говорить, делай так, делай так. Я заметил, что люди, которые очень обучаемы, именно в самом процессе тренинга уже наступают на практике. Как? Они в прерыве звонят своим помощникам или своим партнерам и говорят, надо делать так, надо делать так, измени это, измени то, звони туда, звони сюда, пожалуйста, остановли эту вещь, оказывается, мы неправильно делали. То есть получается, что из зали тренинга, не уходя, они уже практикуют. Поэтому я желаю вам успехов. Очень хочу, что вы поняли, научитесь, пожалуйста, развивайте в себе способность практиковать или на себя адаптировать знания, которые вы приобретаете. Дорогие мои, ставьте лайк, ставьте под это видео, напишите хотя бы три вещей, чему вы научились, как надо учиться и почему так надо делать. Пишите внизу, почему надо повторять и сколько процентов у вас должно быть усвоенность новой информации, сколько процентов повторений должно быть и так далее. И что такое учиться? Это все пишите, пожалуйста, под комментарием. И следующую цепочку саморазвития продолжайте. Посмотрите надо мной, налево и направо на эти ролики. Обязательно проходите на следующий ролик, чтобы просматривать дальше, чтобы шаг за шагом вы развивались. Желаю вам успехов.